Всем привет! Едем по делам в юстицию. Опаздываем, пришлось сесть на такси, чтобы не опоздать на рандеву. Всем привет! Сидим в юстиции, еле успели. Потом все новости расскажу. Всем привет! Я не тут вышла сейчас. Так, друзья мои, тут у меня помощница такая. Я вам хочу показать. Значит, мы были в доме юстиции. Я готовлю документы для гражданства. Нужно... Что нужно? Подожди, Марик. Нужно мне свидетельство о рождении перевести на турецкий язык и опросить апостолем. Заранее моя дочь взяла в интернете рандеву. И посмотрите, какая красота здесь вокруг. Наконец-то я вышла после карантин. Какие дома в России. Вот это наше министерство юстиции. Она мне не даст рассказать вам. Так вот, значит, все взяли. Я, как гражданка Грузии, там имею копию, имею оригинал свидетельства. Поэтому мне не нужно... Мне положено 15 дней рабочих бесплатно. Но... Сначала нужно перевести мой документ о рождении. Он на русском языке на грузинский. И ждать 15 рабочих дней бесплатно. Это меня не устраивало. Это меня не устраивало. Поэтому я заплатила 50 лари. Это 150 лир. Так мне сказали на три раза умножать. Чтобы мне сделали за 5 рабочих дней. Через 5 дней я приду. И потом повторно отдам свидетельство о рождении моё. Мне переведут на турецкий и поставят апостер. Я не знаю. Это, естественно, будет дополнительная плата. Ну, вот такие цены. Что касается... Сейчас я вам поснимаю чуть-чуть. Или расскажу. Даже не знаю, что... Да. Что касается, как мы доехали сюда. Я вообще в шоке от того, что с утра я не дождалась маршрута. И мне пришлось сесть на любое такси. Это такси за 2 минуты ходьбы. Взяла 4 лари. Но у меня не было сдачи. Я 5 ларей отдала. Вот так вот здесь деньги стирают. Думают, что я турист, турист. Ну, ладно. Хотела, хотела. И сейчас мы идем с Мари по следующим делам. Нужно перевести тоже один документ. На турецкий оставить апостоль, отыскать. Я хочу поменять свои права на новые. Ну, в общем, очень много дел. Сейчас покажу вам Батуми. Потом мы пойдем на работу. На костюмчик, что купил МДФ. Мы пойдем на делах. Я захочу кушать. Пойдем сюда, смотри, в камеру. При свете пойдем в магазин и мы купим хотя бы. Да. А где Сережку потеряла? Бабуля должна купить. Вот, посмотрите, ресторан Украиночка. Там много чего. Но это потом в следующий раз мы с вами походим здесь. Я ночью проезжала, кругом ресторанчики, ресторанчики. А мы сейчас должны идти по Горького и смотреть маршрутку. Там таксист сказала нам, что вроде бы забастовка была всех маршрутчиков, таксистов из-за того, что цены на бензин подняли. Поэтому транспорта нет, кроме автобуса. И поэтому я так долго ждала автобус. Мама сегодня поехала на прививку. Как я ее не уговаривала, она ни в какую. Уперлась, хочет прививку. Делают здесь китайскую. И вроде бы не туда поехала. А телефон, так как я взяла ее, у меня. Ну вот, когда вернусь домой, тогда и все узнаю. Но, к сожалению, телефон тоже... Мы попадаем, попадаем. У нас очень много дел. Я еще пять часов к зубному. Очень много дел у меня сегодня. Похожу сначала, займусь делами. Боже, какая красота здесь, я вообще обалдела. Красота! Ну, плохо, что нет скамеечек посидеть, да? Да. Почему нет скамеечек? Здесь раньше, понимаете, скамеечки. А вот я хочу эту самую качку. Я знаю, надо колесо кататься. Да, ну это видишь, у вас тоже есть такие как... В Батуми я хочу кататься, но не могу. Мне мама не покупает. У нее нет денег, она сейчас работает. Хорошо. Все рассказала. Вот там спортивная школа, которая ходила на баскетбол. Какое-то в свое время. Я смотрю, что очень много туристов в Батуми. А здесь раньше, вы не представляете, лягушки квакали? Да. Когда я здесь жила, здесь вообще не было ничего. А сейчас, смотрите, что. Это построили, сзади построили. Очень красиво, очень. Ну, особенно в вечернее время. Там тоже строят. Я не сказала, везде в Батуми строят. Ну, и вот сзади такие же некрасивые дома есть. Везде есть хорошие квартиры. Ну, а это очень красивое. Даже с нашей улицы видно. Я здесь живу, здесь близко. Пять минут ходьбы. Мария, иди сюда, не пачкай. Ночью был очень сильный дождь. У нас, как вчера начался вечером, вот такой дождь был. Ну, в общем, вот такие вот делишки. Покажу наш Дубай, друзья мои. Смотрите, как красиво. Да, видите, тоже занимаются чисткой. Дольче так вон светится разными цветами, друзья мои. Я в Батуми вышла на свободу. И вот старые пятиэтажки. Их тоже, наверное, снесут. Как вкусно запахло. Я сейчас просто кушать хочу. Кушать хочешь? Сейчас покажу. Я не могу так. Что ты хочешь? Я очень хочу кушать. Автобусы вижу. Ну, маршрутки не вижу. Мария, иди сюда. Мария, иди сюда. Кругом ресторанчики. Ну, все закрыто, друзья мои. Вот тут еще строится вот такой красивый домик будет. Дома строят, как грибы. Вот еще у нас, смотрите, вот здесь старые, очень старые, старые. Раньше, я говорю вам, здесь было болото, квакали лягушки. Уже мы ходили сюда, ловили. А сейчас вот это все, наверное, уберут. Не смотрится на фоне этих небоскребов. Вот эти двухэтажные дома совсем не смотрятся. Как раз с моей Мариями я сделаю дела. Вот привела меня в Макдональдс. Голодная, говорит. Но она, правда, не кушала с утра. Я хотела и Деми, и Ирмочку. Потом надо привезти будет. Да. Да. Может, вместе с ними придем? Пойдем, я тебе хачапури возьму какой-нибудь. Нет, я не хочу. Вот хочет хамбургер. Видите, что за ребенок. Потом и Деми, и Ирмочку купим. Какая она вообще у меня сладкая. Моя внучечка. Непоседа. Как она высидела там, пятьсот раз вставала, прыгала. Я говорю, как ты в школе сидишь? Такой город Макдональдс. Вот Макдональдс выглядит так, но мы решили с ней выйти на улицу, потому что очень холодно здесь. Пошли, Мария. Ну, короче, я вам расскажу со мной, что произошло. Давайте давайте сядем. Иди здесь, бабуля, хочешь? Да. Красиво, цветочки, поляны. А, иди сюда, иди сюда. Куда? Смотри. Посмотрите, как красиво. Я не видел, что на улице происходит. Иди садись. Вообще красота такая. Еще какая красота, вы видите? Как это сделали? Обалденно сделали. Бабуля. Знаете что? Тут нужно заказ сделать на автоматах. Язык грузинский и английский. Вот мы с ней и все это заказали. Да. Вроде выплатила, но не вышел чек. Я хотела кушать. Потом подошли нам. Бабуля не хотела. Да. Нам на помощь пришел. Чип и Дэйс. Да. Мы, значит. Они скоро принесут. Заказ сделали заново. Ну вот сейчас сказали, выбирайте место. Выбрали место. Дали нам такое. Ой, с волосами что-то. Снимай бабуну. Снимай бабуну. И будем ждать заказ. Там и будем ждать. Короче говоря, Грузия развивается как. Даже в Турции такого нету. Ну, теперь буду учиться. Моя внучка знает больше, чем я. Я не знаю. Я забыла вообще это. Как забыла? Я чуть-чуть тонко знаю по-грузински. Да ладно тебе по-грузински знаю. В общем, один какой-то мини-гамбургер и какой-то пончик 10,50. 10,50-30 лир. Иди ручки сейчас побрызгаем. Давай. Везде все трогала. Посмотрите, что принесли мои внучки. И пончик я давно не попрыла. Да, и пончик такой красивый. И гамбургер. Не клади на стол. Ну, что ж ты делаешь, доченька моя внучечка. Это надо открыть крышечкой. В общем, мы с бабой, мы деревня с ней. Будем всего учиться. Посмотрите, она больше знает, чем я. Вот. Открыла. Какая она умничка. А ну давай сейчас свой гамбургер. Садись, садись. На. О, давай ешь. Ням-ням. Ням-ням. Давай. Вот так, не так. Не так, а вот так. Какая курица. Давай. С чем он? С курицей, да? А ну я тоже попробую. Садись, кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Вкусно? Вкусно? Тебе повезло, что ты не в садик пошла. А сейчас я на нем. Тебе в курицей. Вкусно? Золотый. Кто растет что в руссете? Россия. Кто растет руссетый тот тоже? В России. Ну, кто раз говорит по-русски, они разговаривают это. В России. И в Грузии тоже уже по-русски говорят. А тебя кто научил русскому? Катя. Бабуля Катя, да? Угу. Ты моя девочка. Понравилось тебе? Кушай картошечку. Я чуть-чуть попробовала. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста. Потом все надо выбрасывать туда. Туда. Даже не верится, что я нахожусь в бакуне. Моего Аляшкина не хватает Эндера. Да, могу сказать, что маршрут изменился. Автобусов только односторонние на двух улицах. Нет двухстороннего. И нам приходится очень много ходить пешком. Проезд стоит 50 копеек. Вот такие улицы в городе Батуми в центре. Это старый Батуми. Старый район. Я там уже наела. Да. Ты наелась, еле ведешь, да? Мне сейчас нужен ежбанг. И бабуля забыла видео снимать. Да, и забыла видео снимать. Идем, идем, бежим, бежим. Успеть до перерыва хотя бы. Такие есть домишки. Посмотрите, видите? Старый район. Старый Батуми. Ну, отсюда прямо открывается красивый бульвар. Потом вам покажем, как сделаем свои дела. Мы все покажем с Марьевым. А этот самый, можно сказать, первый шаратон. Такой вот турки строили. Турецкий, по-моему, хозяин турок. Здесь казино. А здесь вот церковь Барбара. Мама работает. Да, здесь работает мама ее. А вот смотрите, какой парк красивый. Бульвар. Вот, мои дорогие, Батуми красивый. Магнолии. В Турции нет магнолии. А может, и есть, я не видела, такие красивые дома. Строят, как грибы. Вот, смотрите, сколько туристов много. Из России, из Казахстана, и даже из Китая, по-моему, или Японии. Магнолии на всех языках разговаривают. Нашли мы и в Банкура, ура, ура. Дом какой дизайн, посмотрите. Как будто нас и чьи-то. Мари, пошли. Друзья мои, я в шоке. Мне сказали в банке, что если у меня турецкая карта, то это совсем другая карта. Я не имею права, они не имеют права мне выдать евро. То есть я должна в онлайн-банке перевести евро на счет лиров и здесь получить лиры. Обалдеть, какой кошмар. Я в шоке, я в шоке. Я не знаю, как быть даже. Не надо подумать, не паниковать. Уход всегда найдется. Мы пойдем сейчас в другой банк, где у меня тоже дела есть. Проходим магазины, где свадебные платья. Кругом магазины. Раньше здесь я была в парикмахерской. У меня был парикмахер. А сейчас все изменилось. А здесь, я помню, кинотеатр. Боулинг-кафе тоже. Но сейчас видите, как все изменилось. Мои дорогие, многие люди, я смотрю, боятся попасть камеру. Прям шарахаются. Не знаю, почему. Мы все в движении двигаемся. Я помню, вот там очень хороший сахинкли. В Генкали продается. Вот такой вот внутри Батуми. Старенький Батуми. Старый называют. Все. Идем мы ищем. Ищем мы банк. И тебе банк. Все перенесли, друзья мои. Мы зашли. Я спрашиваю мою знакомую. А я говорю, иди сюда, машина здесь. Иди быстро. Посмотрите, какая она. Непоседа у меня бабулина. Непоседа бабулина. Без нее, конечно, легче. Но ее не с кем оставить. Двое в садиков и теперь. Вот здесь я помню, очень вкусный сахинкали. Как-то так ушло. Посмотрим, с какой карты я смогу снять деньги. Сейчас иду к знакомой. И она мне все расскажет. Выход какой-то всегда найдется. Вот он, наконец-то, нашла. Витя Бибанк. Слава Богу. Это улица Бораташвили. А это я иду по Тельмана. А там перпендикулярно Бораташвили. Что-то очень красивые офисы я вижу. Видите? Тоже какой-то... А, это Либерти Банк. Либерти Банк. Ну, где-то, где-то я, наверное, сниму свои деньги. Не успела сделать в Турции дело. А там дальше идет детская поликлиника. Все, мы переходим дорогу. Мы находимся в самом центре. Удачи мне! Ходим-бродим, друзья мои. Мои дела никак не могу я решить. Не берут, не дают мне деньги с моей турецкой карты. Вот так, Света, спокойно-спокойно. Не нервничай. Все будет хорошо. Мы в четвертый банк. Да, мы в четвертый банк уже ходим. Может, мороженое нас есть? Или нет, водичку хочу. Я хочу мороженое. Да, ты сейчас будешь пачкаться. Посмотрите, какое красивое казино здесь. Я не буду пачкаться. У меня уже сил нет. Вы представляете, мы не можем решить свои проблемы. Все равно как-то надо решить их. Давай купим мороженое. Как-то надо решить. Решили с моей внучечкой посидеть возле Луки Асатьяне. Настроения все нет вообще. Как все сложно. Нужно искать выход какой-то. Возвращаться в Ишбанк. И кричать им, чтобы они дали мои деньги. Это что такое вообще? Я кайфую. Кайфую. Водичку бабуля пьет. Кайфует. Да, она в ТикТоке. Такая умница у меня. Да, бабуля? Мы банки. Мы красивая маска. Где? Кто побегет? Бабусь не побегет. Мы сейчас пришли из врача. Она делала. Моя все это сделала. И моя бабуля сделала ухольчик и зуб. И делала зубчик. Ну вот видите, мои хорошие. Вот тут я делаю в этой клинике зубы. Мой стоматолог меня знает, наверное, лет 25. Какой 25? Моя соседка была за стенкой. Всю жизнь меня знает. И только я ей доверяю мои зубки. Зубки надо привести в порядок. И она мне делает с большой скидкой. Поэтому я лечу к ней. Наверное, 8-9 зубов она мне привела в порядок. В рог приведет. Ну, кое-что привела. Кое-что приведет. Почистит, отбелит. Старые пломбочки поменяет на новые. Вот так она мне всегда делала. Я надела копточку, там врач. Да, она надела копточку, там замерзла. А мы сейчас идем домой, потому что пришел. Мой сын привел детей из садика. И не знаю, что будем делать. А, покушаем, наверное, да? Что-нибудь будем делать. Не знаю, может, пойдем погуляем. Ну, я так сегодня устала с этими деньгами. Какая колеса садика. Мой папу хамень.